Мы обсуждали с ним много вещей, на протяжении всего времени работы с ним. Джон не лез в мое собственное чувство того, как это должно выглядеть. А если вдруг что, то он всегда мог добавить своего, потому что он тоже перфекционист, как и я. Была куча вещей, которые мы переделывали много раз, пока нам обоим не казалось, что это выглядит достаточно хорошо. Вот это очень похоже на финальный вариант, который мы в итоге оставили. Здесь вы видите то, что мы назвали экран мира и истории. Именно это место вы будете посещать в игре перед каждым миром. Это как бы момент времени между реальностью, домом Тима и мирами фантазий, где таятся все загадки. Так что это, это своего рода переходный этап, где все выглядит совсем необычно. И когда вы переходите из реальности в миры фантазий, то замечаете, что даже природа ведет себя по-другому. Поэтому нам было так важно достигнуть этого эффекта, чтобы все было очень странно, необычно и как бы парило в воздухе. В этой игре мы сделали то, что я раньше никогда не делал – это большое изображение облаков, как будто мы находимся над ними. Нам надо было заполнить чем-то весь экран, и интуиция Джона подсказала ему, что это должны быть облака. Я подумал, что это все будет как клише и что мы сможем сделать интересней. Сейчас вы видите первую версию того, что пришло мне в голову. Мне нравится, как это выглядит – все эти цвета и остальное. Но идея была показать дом, который превращался в нечто абстрактное. Но вы видите, здесь все элементы похожи на вещи из дома. Вон там стул, книги, лампа. На стенах висят картины, пальто. Это все выглядит так, как будто вы находитесь дома, в прихожей. Но здесь все движется. Стены дома кажутся фасадами чего-то. Создается ощущение, что это декорации, как в театре. Также тут есть некоторые элементы природы – облака, волны. Все это выглядело таким нарисованным, ну прям как в театре, а не в реальности. Поэтому мы в итоге отказались от этого варианта. И на это были хорошие причины. Ну, возможно… Возможно, здесь очень много всего происходит. И здесь все какое-то мрачное. Джон предложил перенести всю картину как бы из дома на улицу, поменяв элементы дома на что-то другое. Вот на этой версии все еще есть эти декорации дома, но теперь мы на улице. Однако все стало только темнее и более уныло. Джон сказал, что общая картина должна получиться более волнительной. А это значит, что стоило подобрать новое место. И в нем должно быть много оптимизма. Ведь ничего еще не произошло в игре, а следовательно, почему бы нам не быть позитивными. Поэтому мы двигались дальше. Версия за версией. Вот опять вы здесь можете видеть часть архитектуры. Я очень доверял Джону, ведь он позволял мне открывать все это для себя. Только подумайте, ему подсказала интуиция, что это должны быть облака, а дальше он позволил мне создавать все это. Но когда ему что-то не нравилось, он всегда говорил, нужно что-то большее. И я такой, окей, возвращаемся к облакам. Так, здесь какой-то текст. Но на самом деле облака сработали. Я имею в виду, чтобы сделать свою работу хорошо, вам не нужно изворачиваться наизнанку. Облака смотрятся хорошо. Все это подходит под идею, которую задумал Джон. Мы не думали, что так выйдет. Но люди видят формы облаков, которые постоянно меняются. И это завораживает. Здесь вы можете видеть, что облака в игре сделаны из частиц, которые постоянно перекатываются, как бы создавая движение. Получилось здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова